В следующие несколько дней мы будем говорить о том, как попасть в Гриндаву. И, в самом деле, в следующие несколько дней мы будем пытаться идти в Гриндаву. На самом деле мы хотим не просто говорить об этом, а попасть в Гриндаву. У нас есть замечательная песня на Ратан Гастакра. Мы будем петь эту песню на прекрасную рабу, которая называется Сабари. Сабари – это составное слово, которое состоит из двух слов «Аша Бари». «Аша» означает «надежда», «Ари» означает «великая». И эта мелодия называется буквально «великая надежда». Я уверен, что все вы знаете, что попасть в Гриндаву можно только походить от Ахунстапан, Звуковоучителя и Ваишфа. И последние две строчки, две песни мы будем петь все вместе. То есть все вместе одновременно. Поехали… Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Есть замечательная песня DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Они пришли посмотреть на святость, она божественна, если ты так думаешь, ты разрушаешь святость этой сангхи, поэтому я не оратор, я сижу перед многими гуруджанами, Моими духовными дядями, Матха Нагопатти, которая старшая преданная, Матха Титти Гуна, she has some power, she can distribute books to bikers. Это не так просто, поэтому извините, что я говорю в вашем присутствии. Но в Вайшнава сангхе люди приходят не для того, чтобы послушать Агады. Вы можете сказать, но я же приехал на Бхакти сангхем, чтобы послушать своего бурудева и других Вайшнавов. Но это не так. Мы приехали, чтобы услышать о Кришне. Если я вам расскажу о том, как я встретился со своей женой и как мы поженились, это будет оскорбение. И я разрушу святость этой Вайшнава сангхи. Я в Бхуджаре. А Божество это Кришна Катха. И мы поклоняемся этому Бхуджаре. И Кришна Катха нам не принадлежит. Мы повторяем просто то, что услышали от нашего бурудева предыдущих Вайшнава сангхи. И это не принадлежит нам. Поэтому мы хотим создать Вайшнава санга. Какова характеристика Вайшнава санга? В самом первом стихе Бхагаватана. Там не должно присутствовать зависть. Если слушатели завидуют тому, кто говорит, говорящий ничего не сможет сказать. А вот скажите, как, например, слушатель может завидовать оратору? Кто-то может предположить предположение и сказать? Я знаю больше, чем Вы. В этом случае Вы. Это не оратор. Ведь, например, я знаю больше, чем Ты. Почему ты там сидишь? Или почему он там сидит? Питихует во всем. Питихует во всем. Китихует во все. Китихует во все. Китихует во все. Я бы хотел точно так. Поэтому, из двух, наиболее важным являются квалифицированный слушатель или квалифицированный лектор, что важнее? Как вы считаете, почему вы так считаете? Потому что тот, кто внимательно слушает, может потом переставить. Тот, кто слушает, может потом переставить. А твое очень глубокие принуды. Квалифицированный слушатель важнее, чем квалифицированный лектор. Однажды, когда Шила Прабхата приехал в Киртан, и предные организовали программу, и устроили киртан. И сотни молодых французов, таких революционных танцевали на Киртане. И потом предные принесли большую вьясасану, наверное, вот как это. И Прабхата пришел и сел. И вдруг люди стали кричать. И Прабхата спросил ученика, что они кричат, потому что они говорили по-французски. Но почему-то не хотел переводить Прабхата. Потому что они критиковали вещи. Они критиковали Прабхата Киртан. Они говорили, кто ты такой, слез с этого. И когда они объяснили Прабхата, что происходит, Прабхата сказал, что никакой катхи, просто киртан. Вот пример, когда наиболее квалифицированный регитор может быть, но если слушатели не квалифицированы, то ничего не будет. Дорогие преданные, Вайшнама санга это не то же самое, что лекция в университете. И в Вайшнама санге Кришна лично появляется. Но Он появится только там, где нет зависти. С другой стороны, мы также поем. Может быть, у вас есть опыт умения. А кто-то приходит и начинает задавать вам вопросы. Что это за Хари Кришна такой? И вы можете быть не квалифицированным человеком. Но поскольку они очень искренне хотят узнать и не завидуют, то вы можете удивиться, что исходит из ваших уст. Вы пропоминаете группы байкеров. И происходит удивительная вещь. Такова Вайшнама санга. А какие существуют варианты, когда оратор может быть зависим? Если Он думает, что все собрались послушать Меня, тогда Он нарушает святость этой санга. Они пришли послушать не Тебя, а Кришну. Если Он думает, может после этого они мне еще и денег дадут. И еще я стану очень известным. А может три-четыре человека попросят об инициации. Вот различные формы зависти. Служение должно быть ахайкаки для удовлетворения Гуру и Кришны без мотивов. Итак, в течение нескольких следующих дней мы будем говорить о выборах Кришны. во Бриндаване. О Калия Дамана Лиле. Мы будем говорить о самой этой религии и о ее смысле. Чила Прабхупада говорил иногда, что цель этого движения, создать деревни Вриндава. В нашем сердце. Но это невозможно сделать, если в сердце что-то плохое есть. А у Кришны есть два вида игр. Это нитя-лила и наймитик-лила. Это нитя-лила и наймитик-лила. Это вечные лилы и те, которые происходят время от времени. Чилатакур Бхактавина в своих книгах описывает двадцать пять наймитик-лил, которые совершает Кришна. И эти наймитик-лилы, они соответствуют различным препятствиям к премиуму служению. Различным анартхам. Что такое анартха? Анартха – это то, что не является артхой. Для того, чтобы совершать прогресс, мы должны понять, пора пройти к цели. И если вы считаете целью что-то другое, не настоящую цель, то это не артха называется артхой. То есть то, что вас уводит с пути. И так существует двадцать одно такое препятствие. Начиная с Путана, ложного гуру. Которую послал Камса. А Камса лицетворяет мирского главу религиозной организации. Каждый из демонов в Раджа Лилы олицетворяет препятствия к премиуму. И Бхакти Винода даёт различные объяснения, чтобы помочь нам вернуться во Бриндаву. И другая лива называется Калия Дамана. Если разобрать Калия Дамана Лилы, у нас возникнет много вопросов. Во-первых, объяснение, которое даёт Бхакти Винода такое, ему нельзя найти ни в одном из комментариев других очагов. Бхакти Винода говорит, что Калия олицетворяет гордость. Обман. Причинение вреда другим людям. И также жестокость. Мы провели некоторые исследования и изучили около двадцати книг и комментариев. И перевели три-четыре источника. И нашли интересные вещи. Я хочу сказать несколько слов о значении этой песни. И, может быть, мы ещё поговорим завтра. Я знаю, что проходит много других семинаров, и, наверное, они лучше, чем наши. И, может быть, несколько новых. Может быть, вам захочется пойти на другие, поэтому, если вы придёте только на один день, то не обвиняйте меня в том, что я не ответил на ваши вопросы. Мы поднимем много вопросов, но ответы на них только к последнему дню. Поэтому за один день вы поймёте что-то, но не поймёте всего. Я просто предостерегал вас. Каков смысл калия-дамана? На санскрите дамана означает покорение. Наказать, победить. Обуздать. Например, как вы берёте дикое животное и приручаете. Есть также другой смысл. Дамана означает самоконтроль. То есть самоограничение. А что означает слово «калия»? На санскрите это два слова «кала» и «ия». «Ия» – это суффикс, который означает «прямодрежность». Если мы говорим Гаудия Вайшнава, означает «вайшнав, который принадлежит Гаудадеше». Это означает «калия» означает тот, кто имеет качество «кала». Что такое «кала»? «кала» – это что-то очень чёрное. «Кала» – это также чёрная ядовитая змея. «Кобра». «Кала» также означает «ночь». И также железо. Мы живём вверх «калий». Ещё одно значение слова «кала» – это оскорбление. Критика, обесчищивание человека. То есть «калия» – это обуздание вот этой критики. Обуздание вот этой чёрной ядовитой змеи, которая подобна у вас. Когда всё становится чёрным и безнадёжным. Где живёт «калия»? В месте, которое называется «калия храб». Что означает «храба»? «Калия» – это большой глубокий водолюб. «Калия» жил в Ямуне. «Калия» жил в Ямуне. «Калия» – это такое озеро, такое водоём, углубление в Ямуне. «Калия» – это такое озеро, такое водоём, углубление в Ямуне. Другими словами, «калия храба» – это вот это сердце, в котором живёт Калия. И в связи со «калия» возникает много вопросов. Кто убивает демонов во врачи? Можете сказать? Кто-нибудь знает? «Бамарам» убил демонов во врачи. «Бамарам» убил Тринаварта и Кутана. «Басуде» и «Кришна» убил. «Их убивает Васудева» Кришна. «Это более образованное, как я могу сказать». «Потому что Кришна не убивает демонов». Он слишком занят, он танцует злоби. И ворует масло. Он сидит на коленях у своей матери. «Демонов во врачи убивает Васудева» Кришна. «Где родился Кришна?» «Я просто спрашиваю, чтобы понять, о чем Вы знаете». «Матхура» «Семь люди говорят «Вриндава», «Матхура» 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 «Ухвидур Burton» «Матхура». «Матхура» «Ну отгуда взялось различие именно отношение». «Мы не знаем, где родился Кришна» Кришна родился в тюрьме Камсы и в то же время Он родился также в Гокуре во Бриндала. Это очень сокровенная тайна. На самом деле в тюрьме Камсы родился не совсем Кришна. Если вы посмотрите на Луну, которая в полной Луны, то это тоже Луна, но кто-то может сказать, что только расплани ему полная Луна, но на самом деле и то и другое является Луна. Одна Ардха, то есть часть, а другая Пурна, полная. В тюрьме Васудевы и Деваки Родилась в экспансии Кришны. Он не родился в комнате, он просто появился в комнате. Все были очень удивлены. И Деваки, наверное, была очень счастлива, что он не родился. А если женщины поймут, о чем идет речь, то очень трудно родить ребенка, у которого четыре руки и еще и шлем на кому-нибудь. Поднимите руки, кто хотел бы, чтобы Сударшина чакра под шлемом на голове. Но в то же время в Гакуле родился Кришна. В книге Кришна Чива Прабхупата не описывает этот фильм. Но в комментариях в «десятой песне» он говорит об этом. И Вишнанатка Чакра Прабхупата в своем комментарии цитирует стих из Харива Прабхупата. На восьмом месяце беременности У Яшоты и Деваки обоих родился Господь Харив. Может быть вам нужно еще доказать? Есть больше доказать? В Брахмабайварта Пуране и Шимат Бхагаватам говорится. Что церемония, посвященная рождению Кришны, была совершена Данды и Махараджи. И часть этой церемонии это перерезание пуповины. Который связывает ребенка с матерью. И Бхагаватам и Брахмабайварта Пуране говорится, что пуповина была перерезана до Нанды и Махараджи. Не может такого быть, что эта пуповина была такой длинной, что вела аж Батхуру из Махараджи. И это является твердым доказательством того, что Кришна является сыном Яшоты. И Васадева Кришна был перенесен в Васадеву. Когда Васадева вышел из тюрьмы Камсы. Вы знаете всю эту историю. И пришел в дом Нанды Махараджи. У Яшоты родились двойняшки. Девочка, которая была Йогамайей. И прекрасный сын Нанды-Нанды. Но из-за влияния Йогамайя Васадева не увидел маленького. И положил Васадеву Кришна рядом с Яшотой. И этот ребенок вошел в тело Своя группы Кришны. А девочку Васадева забрал с собой в Матку. И Наши Ачария объясняет, что в течение шестнадцати лет этот Васадева Кришна пребывал в теле Нанды-Нанды-Кришны. И демонов убивал не Кришна. А Васадева Кришна. Потому что у Нанды-Нанды-Кришны были дела поважнее. Которые доставляли ему больше удовольствия. И все это убийство демонов этим занимался Васадева Кришна. Всех демонов во Брадже убил Васадева Кришна кроме одного. Потому что этот демон не был убит. Этим демоном был Кришна. И Ачария described that it was directly Krishna who chastised Калия. И Калия наказал сам Кришну. А не Васадева Кришна. Почему это Кришна? Вам придется еще завтра. Но по поводу этой дела есть много вопросов. Есть кто-то, кто хочет жить в Кришне Радхаране, Кришне Радхаране? Почему мы не можем там жить? Может кто-то объяснить? Потому что у нас нет квалификации. Вы знаете, что Калия жил в Яму немного юга? Мы приезжаем на неделю на древо в Радхаране. А потом нам приходится уехать. А Калия там жил много юга. Как такая ужасная личность могла жить в Радхаране столько времени? И другой вопрос возникает. Почему Баларама пришел туда? Не пошел. Это рима описывается в Шримад Бхагаватам. Брахмавайварта Пурана. Хариванкша Пурана. Во многих Пуранах, во многих местах. Но все эти истории начинаются с одного и того же комментария. Что там Рама Вина, не было Баларама. Почему Баларама не пошел? В чем особая значимость этого? Кришна, Аббасадева Кришна, убивал демона в Радхаране. Тогда почему он не убил бы Калию? В Бхагаватам и других источниках говорится, что Калия это чуть ли не один из самых больших получателей милости Кришны. Что вы сказали? Тогда он должен объяснить. Потому что Кришна с Тапанами Канталовым был. Потому что Кришна танцет на его голове. Это ответственность. Все удовлетворены их милости Кришны? Он обнимал Кришну, тоже хорошее будет. Но у меня есть проблема с этим ответом. Если вы мне говорите, что Калия получил милость Кришны, а я не согласен. Если вы действительно получили милость Кришны, почему Кришна выдала вы за милость Кришны? Скажите, это настоящая милость? То, что Кришна танцевал на его голове, это хорошо. Но разве это полная милость, что его потом выгнали из Бриндавы? Что вы скажете про Бриндавы? Нет. Но Бабхатам говорится, что он получил милость Кришны. Это очень таинственный момент. И мы обсудим этот и многие другие вопросы, которые возникнут в ходе нашей истории. Завтра мы начнем прямо непосредственно с этой истории. Если кто-то из вас не сможет дотерпеть на завтра, мы ответим сейчас на один вопрос. Бхатиридор Тахор, он объясняет, почему Кришна прогнал Калию из раньше. Он говорит, что Калия получил очень много милости Кришны. Почему же Кришна выгнал? Потому что Калия не принял предбежища у преданного Кришны. Дорогие преданные, на этом мы закончим сегодня. Если вы хотите попасть во Бриндаву, вы должны принять прибежище общения преданных. Если вы хотите бежать на Прасад, вы можете бежать. Но я не буду отвечать на все вопросы, потому что на некоторые я буду отвечать позже. И, пожалуйста, верните нам песню, которую мы делим, потому что мы ее не сможем начать петь. Еще также есть книги, книги, которые говорили сразу. Объясните, пожалуйста, что такое загадочная иммуна, с которой проходят все лет. Вот про иммуны немножко. Я в Гарго Самхите, ну, спроси, в Гарго Самхите есть тысячу восемь миллион иммун. Пусть и скажут все. Какая суть, ну, какое предназначение иммуны в этих делах? Вот, по иммуны. Потому что и калий в ямуне, и все в ямуне, и все сильное. И мы будем все они вокруг Бриндавана, все преображения. Спасибо. Какая суть, как��стан. Да, это наш первый опыт завтракает. Вы завтра будете? Кто-то спросил, что вы Прабхупады в один раз, есть ли Демоны в другом Но есть слухи о том, что они есть Поэтому Прабхупады и Кришна в материальном мире, они более привлекательны, чем игры в духовном мире, здесь больше интересны Когда Кришна хочет сражаться, он должен стать Масадемой Кришной, но не может с изначальным образом сражаться Но Кришна сражался с Калией во-первых И Кришна также сражался с Шанхачуда и также Изнак того, чтобы усилить Расу, Кришна сражается лично Но с другой стороны, Васадева Кришна – это тоже Кришна Но это просто аспект Кришны, который как раз бьется с Демоны Просто Шварад с Вами с родними пишет, что в духовном мире есть Демоны Их Йогамайя создает нам время, что Масад Кришна Наши отчаяни говорят по-другому И то и другое в принципиале Там нет Демонов Откуда там взяться Демоны Но Йогамайя может создать что-то, что напоминает Демоны И Широпада говорит, что слухи ходят и демоны Можно и так это сказать Продолжение следует В Кришна Санхипа Он пишет, что вот эти двадцать времена не препятствия Для того, чтобы развить Браджа Хава И когда он не устраняется, то да Он говорит, что тот, кто хочет достичь Браджа Хава Он должен и делать другими нашими И у меня вопрос Какие-то есть праздники, а нафии Которые нужно устранять Кришна Санхипа В Кришна Санхипа В Кришна Санхипе Митакур сказала что, чтобы идти в Браджа надо избавиться Эти 21 адатасы И когда он нет в баджах Он должен избавиться Улежно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...